Вот так вот я под пальмой стою, друзья, передаю всем приветики. Тут такое красивое дерево, вот с такими вот листиками, смотрите, и даже ягоды на нем. Что это за ягоды, я не знаю, но вот такие вот. Вот такие вот ягоды. Вот такие вот, короче, ягоды, ну что это за ягоды, я не знаю, может вишня, может и вишня. Я вам показала, так, что еще вам показать, друзья мои, что еще показать. Вот здесь вот старинный дом такой, и даже сохранился старинный заборчик. Сейчас мы посмотрим, смотрите. Вот, видели, друзья, старинный заборчик. Вот он. Такие тыночки, а на них вот такое вот выросло. Ну, это был чей-то сад, чей-то огород был в свое время. Вон, видите, что там происходит. Были виноградные лозы. Лоза я вижу там виноградная. Видимо, чей-то участочек был. Вот это вот дикий гранат. Интересно, гранат есть на нем? Сейчас мы посмотрим, есть ли на нем гранат. Что-то я не вижу на нем гранатов, но это гранат. Может быть, молодой еще? А вот маслины. Сейчас я вам покажу маслины или оливки. Сколько их здесь. Все деревья плодоносят, дают много плодов здесь. Потому что, друзья, не будем забывать, мы в Израиле находимся. Хотя и в центре города. Ну, в общем, продолжим дома. Вот где мы находимся. Видите? Вот, кстати... Кстати, вот за этим вот домом Бахайский храм. Сейчас мы его увидим. Вот, друзья мои, картина мира. И отлично виден Бахайский храм. Вот, смотрите. Вот он. Верили? Сейчас я еще покажу. Вот он. Ох, вот он. Прикольно, да? Все, тут все живет, все тучит, все стучит. Наши метрониты проезжают. Короче, все дела. Ну, все, друзья, пока жарко. Увидимся на нашем канале. Так, друзья мои, всем приветик. Вот мы встретились у наших странных растений. Сегодня вечером. И мы должны сделать очень важное дело. Мы должны взвесить семена нашей мандрагоры. Сейчас мы к этому делу приступим. Ну, а надеюсь, мы его и закончим. Так, друзья, как я сегодня выгляжу? Отлично? Посмотрите. Я буду сыпать по одному семечку. Вот на эти вот электронные весы. И вот мы нажимаем кнопку. Здесь написано тара. Значит, это без учета тара пойдет у нас. Вот, для начала мы высыпем все семена. Все. Всего у нас 50 штук семян, друзья. Вот, смотрите. Что у нас получилось? Может быть, осталось что-то? Нет, ничего не осталось. Все они хранились вот в этом вот стаканчике. Вот в этом вот. Из-под солгар какие-то витамины неизвестные науке. И получилось. Получилось у нас. Значит, общий вес 1,1 грамма. Так. Сделаем еще одно измерение. Сейчас мы отсоединим эту тарную. Так, друзья. Вот начинаем процесс. Сначала всовываем вот эту мерную ложечку. Включаем табло. Электронную на кнопку тара. Это значит, что тара уже вычтена из нашего веса. Надо сбросить. Итак, друзья. На весах у нас 0. И сейчас мы будем делать точное взвешивание. Так. Значит, высыпаем все семена. Вот они. Их ровно 50 штук. Аккуратно сыщем. Аккуратно. Вот вес пошел. Вес пошел. Но на 50 мы разделим как-нибудь. И у нас получилось 0,9. Так, друзья. Продолжаем наше взвешивание. Начинаем аккуратно сыпать. Чтобы не сбить эти весы распрекрасные. И получаем в результате. 0,5 грамма. Так, как и было у нас при первой съемке. Значит, каждые два семечка весит 0,01 грамма. Или 0,005 грамма каждая семечка. Вот и все, друзья. Так, при помощи этих замечательных весов мы наконец-то узнали, чему же равно вес одного семени мандрагоры. Если вам кто-то будет продавать, приносить, пересылать, переправлять каким-то образом, вы теперь точно можете знать. Потому что это семечко, оно состоит из оболочки, из внутреннего ядра состоит. И, в общем-то, оно не может весить больше, чем весит наше семя. Потому что у нас семена, вы видели, какие толстенькие, хорошие и замечательные. А то, что вам будут предлагать, друзья, это фуфло-фуфловское. И не обращайте даже на это внимания. Все смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Я буду дальше объяснять про мандрагору. Этого не избежать, друзья. Передаю всем приветики. Хочу, чтобы все были здоровы и все смотрели мой канал. Ну, все, пока. Вот у нас вечер начинается. Смотрите, сгущается вот за этими домами. А мы сейчас перейдем к вам.